МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там и судьи все родные, и журналистов никаких нет. А то не равен час опять наговорит Рустем Ахмедкаримович лишнего что-нибудь про экскременты, и все это опять попадет в прессу. Вообще, конечно, борьба между правоохранительными органами и командой ХЭ, конечно, идет не на жизнь, а на смерть. Каждый новый министр, попадающий под суд, а потом уже попадающий либо в тюремное заключение отбывать наказание, либо под какой-нибудь домашний арест. Это, конечно, огромная жирная отметка со знаком минус в карму команды ХЭ. Количество высших чиновников республики Башкортостан, которые либо находятся под судом, либо уже получили уголовные приговоры, конечно, зашкаливает. И Башкортостан сейчас, наверное, может конкурировать только с какой-нибудь Махачкалой-Дагестаном по количеству осужденных чиновников действительно высокого ранга. Кроме всего прочего, на минувшей неделе, например, удалось избежать уголовного наказания одному из чиновников мэрии Уфы, который просто напрямую брал взятки на свою собственную карту. Он получил условный срок, и, ну, я, честно говоря, здесь недоумеваю. У нас, как говорится, мешок картошки украдешь как бы двушечка, а то и пять лет. А если ты систематически на свою собственную карту получаешь взятки от предпринимателей по вопросу, который ты курируешь, за это можно получить только условный срок. Вот удивительная разборчивость башкирского правосудия. Но, повторюсь, идет некая борьба и битва между силовиками и командой Х.